Итак, друзья, сегодня речь пойдёт о материнских платах Гигабайт ГАДИ 970 DS3 У меня их две, как видите, они одинаковые, только эта версия Значит, 1.0, а это 1.1 Вот, собственно, и разница Тут стандартная Legacy BIOS А здесь BIOS UEFI Соответственно, почему я решил о них рассказывать? Ведь сейчас у меня за место этих двух стоит вот такая материнская плата от ASUS Которая называется... Значит, сейчас найдём название Так, так, так Итак, друзья, почему я начал рассказывать о них? Дело в том, что за место них у меня сейчас стоит вот такая материнская плата От ASUS, называется M5A78L-MLX3 Соответственно, данная материнская плата из очень бюджетного сегмента Поддерживает она M3+, значит, сокет Но один есть минус Минус в том, что здесь максимальный процессор это FX6300 Именно такой же я стоял на гигабайтах, вот на этих материнских платах И такой же теперь стоит здесь И замечательная работа Теперь, что касается гигабайтов Ну, первое Одна материнская плата досталась у меня знакомого Именно вот эта Как я определяю Тут немного погнутые для CPU Значит, вот эти вот контакты для CPU Fan Вот, то есть для кулера-процессора Соответственно, в чём проблемы были у друга и, собственно, у меня здесь Здесь первая проблема не было регулировки оборотов на процессоре То есть здесь именно, значит, не регулировались обороты То есть кулер вращался постоянно на максимум Мне пришлось приколхоживать сюда регулятор оборотов Для, ну, как видите, для системы охлаждения Вот, собственно, здесь вот такая система охлаждения Она состыкуется, пристыкуется вот сюда И сам уже, значит, вот этот регулятор материнской плате Так вот, значит, это первый минус Второй минус Это то, что, значит, конечно же, перегрев цепей питания Да, которые здесь без охлаждения Идут, это раз Второй минус Ну, данный минус, который я сейчас перечислил, в общем-то, для всех гигабайт Да, для всех материнских платах на М3 Если у вас стоит, в частности, FX8300 и так далее 8300, точнее, и так далее К слову, вот здесь вот 8320FX уже не идёт Он не поддерживается материнской платой Тогда, если, как здесь, лютый троттлинг происходит И, соответственно, его надо настраивать Ну, как вы понимаете, если вы покупаете материнскую плату Вставляете ваш процессор и материнская плата Ну, работает, ну, что-то работает не так То это уже вопрос не к потребителю, да Это не он виноват Соответственно, далее, в чём особенность Минусы данной материнской плате Это то, что здесь половина ещё и отрубились Значит, тут был То, знаете, вот одного цвета, да Это, значит, двуканальная система оперативной памяти Она вырубилась, то есть, если здесь четыре планки Работать будут только две Синий и белый Вот какая-то или правая-левая Или две правых, либо две левых Так, в чём проблема вот с этой материнской платой Ну, перегрев и троттлинг – это то же самое, естественно В цепи питания и так далее Но в чём особенность здесь Особенность в том, что здесь Я потом покажу в Аиде 64 На процессор, скажем, FX-6300 И на процессор FX-8320 Не подаётся нормальное питание Там за место, по-моему, 5.3 подаётся Или что-то за место 3.2 Значит, напряжение не то подаётся Я покажу это в Аиде Вот, а сейчас давайте с помощью Соберём весь наш ПК И, соответственно Не с помощью, а с процессором FX-6300 Итак, вот наш процессор FX-6300 Особенность в том, что я его купил Значит, по дешёвке Там где-то за 2.700 Если не дешевле, за 2.600 Особенность в том, что У данного процессора нет одной ножки Просто нету Вот отсутствует Я уже не помню где Сейчас надо поискать Вот, отсутствует одна ножка Но она повторяется То есть, она от питания Значит, которая повторяется Поэтому никак не сказывается На производительность Вообще Никогда не было никаких проблем И, по сути, процессор был куплен Относительно недавно Сейчас я ищу, где же это Вот она Вот здесь вот Вот этой ножки здесь нету Вот, как видите И, соответственно, процессор работает отлично Никаких претензий нет Ну, а мы устанавливаем его Под аплодисменты Под ваши аплодисменты Устанавливаем его Так, устанавливаем процессор Ключиком Левым верхним Застыковываю ключики, короче Так О, не сразу Смотрите Садится нормально На удивление Может, там что-то попало грязь Я не знаю Вот Вот сейчас сел Нормально Странно Немного странно Но ладно Ключи точно совпали Да Тут Нет никаких сомнений И закрываем Процессор Сидит очень плотно Все хорошо Не шатается Пару слов про видеокарту GTX 660 Ti Она такого же года Как и Материнские платы Гигабайт Но В чем особенность? Особенность в том Что, как ни странно И то, и другое Гигабайт Да Даже цвет Текстолита Такой же Но Вот эту вот Видеокарту У ней отвалился Графический чип И на видео Есть, как я ее чиню С помощью Утюга Ну, это так Небольшая вставочка Что же, давайте теперь Приступать к установке Самой материнской платы Теперь установим Сорванную Охладительную башню Так Термопасты Совсем чуть-чуть Потому что мы потом Все будем Тут заменять То есть Это ненадолго Так Вот она у нас Будет вот так Здесь тоже у нас Чуть-чуть термопасты Вот так Осталось в прошлого раза Но так как Это у нас временная У нас очень хорошая Термопаста Поэтому Не пугаемся Устанавливаем Раз Почему устанавливаем сейчас? Потому что Когда мы уже Поставим все Вот Будет Уже неудобно Ее там Устанавливать В корпусе Ну что ж Оперативную память Тоже в общем-то Можно сейчас же Установить Вот такая вот у нас От AMD Ничего хорошего Не могу сказать Про Оперативную память AMD В сети Очень много Отрицательных отзывов Так Ну и соответственно Иногда Ощущение Как будто Знаете Не так ее вставил Надо переставлять Иначе Не будет работать Ну и давайте Теперь Устанавливаем В корпусе В корпусе Так Должно у нас Заходить туда Так Хитро становиться И хитро прикручиваться И хитро прикручиваться Ну вот Собственно Все встало На свои места Главное Не задавить Никакие провода Вот И сейчас Собираем Устанавливаем Тестируем Так Друзья Подсоединил Здесь Мелкие капели Здесь у нас Управление Power HD HDT Итак Друзья Установил Маленькие проводочки Чтобы нам потом Видеокарта Не мешала Устанавливать их Подсоединил Жесткий диск Подсоединил SSD диск Вот он здесь Валяется Ну у нас Временная установка Поэтому все так Значит Подсоединил На передней панели USB И даже Аудио Подсоединил Ну что ж Теперь остается Видеокарту Подсоединить Подсоединить Значит Подключить Сразу же можно 24 Пиновое питание 24 К материнской плате Ну и Можно устанавливать Уже Видеокарту Сейчас И установим Вот То есть Сборочка У нас будет Такая Гигабайтовская Да Посмотрим Как Гигабайт За гигабайтом Вообще Поладит Хотя Почему бы Ему Не поладить С чего Вдруг Собственно Здесь Вот так Места Мало В корпусе Вот почему Заслуженно Все любят Здоровые корпуса Абсолютно Заслуженно Я тоже Потому что В маленький корпус Все это Очень-очень Печально Залазит Как-то так Печальненько Вот Ну что ж Теперь Подсоединяем Питание У нас Два По Шесть Пин Вот Первая Шесть Пин Вот Вторая Но сейчас Прежде всего Прикрутим Видеокарточку А потом Уже будем Все Подсоединять Так Деокарта Есть Два По шесть Пин Есть Ну и Не забываем Про Четыре Пина Здесь На питание Материнской Платы Еще сверху Здесь Четыре Пина Которые Мы обязательно Сейчас Найдем Где у нас На материнской Одна Идет Вот я вижу Он уже Вот сам Кабель От блока Питания Ну вот Собственно Подсоединяем Четыре Наших Заслуженных Пина И можно Включать Тестировать Нашу Систему Все Должно Работать Хорошо Time to play The game Итак Первый Запуск Поехали Там Подключен И монитор И телевизор Но иногда Работает Телефон Ох Монитор Иногда Иногда Телевизор Вот Все Запускается Теперь Будет Заново Настройка Windows Потому что Как вы Помните При Замене Полностью Системы И сейчас Надо зайти В настройках И сделать Чтобы он Загружался С SSD Диска Сейчас Наверное Это и сделаю Зашел В BIOS И В Hard BIOS Priority Поменял На SSD SSD Поставил На первое Место Вот здесь Hard Disk Boot Priority Поставил На первое Место И Радуюсь Теперь Сохраняю Save Undexit Нажимаю ОК И сейчас Будет Заново Установка В Windows Точнее Заново Настройка Windows Главное Нам Чтобы Была Загрузка С диска С Значок Windows Появился Ну вот Как сейчас И сейчас Он заново Будет Настраиваться Так Друзья Расскажу Теперь Что я Имел Ввиду Под Недостаточным Напряжением На Процессор Итак Смотрим Открываем Аиду Заходим В Датчики И Собственно Смотрите Датчики И Вот Напряжение 3,3 Вольта Там Где 5 Вольт Должно Быть Там 4 Вольта Вот О чем Я и говорил А там Где 12 Там 12 Это На Всех Процессорах Будь то FX8 3 2 0 Либо FX В данном Случе 6 3 0 Везде Одно И то же Ну давайте Сейчас Посмотрим Покажу Как Все Это Влияет На Производительность Ну скажем Каких Нибудь Играх Допустим Допустим Доте Что ж Давайте Заценим Что же Произойдет При максимальных Настройках Доте 2 Вперед Друзья Вперед Итак Итак ФПС под сотню Если вы не видите Сейчас я Чемное место Направлю Вот 108 114 ФПС 115 Ну вот он Просаживается До 85 В том Что Настройки Максимальные Вот Изображение Вот Видите Все Максимальное 112 ФПС Нормально 30 секунд До начала Сражения Ай-яй-яй Ребята Нет Вот Нет Ребята Смотрите Сейчас мы его добьем Я вам отвечаю Ребята И хоп И этого Тоже Ложка Глупышку Мы сидим Ева Ну вот Как видите 77 76 ФПС 88 Ну то есть Друзья Пока Вот эта Просадка По вольтажу Она Вообще Никак Не мешает Вообще То есть Нет Ни Единого Ни единой Претензии Все работает Отлично Так что Вот такие Вот дела Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует